Ребята, здравствуйте! Шалом, православные! С вами мой друг и верный товарищ Денис. Такой же примерно Алексей. И сегодня, ребята, Денис негодует. Сегодня Денис негодует, потому что пиво Гройльш. Почему пиво Гройльш? А потому что сегодня планировался выпуск разливного пива из ленты. Но так как сегодня Алешке в голову пришла охрененная идея, где можно локально все это сделать, сменить картинку, показать вам что-то новое и интересное. Только мы пока не будем говорить, что. Я подумал, что там как раз надо такое разливное пиво будет тестить. Я думаю, что это будет где-то недели через три. Если мы все замутим, это будут очень крутые ролики. Я думаю, что вы оцените. Но не будем спойлерить. И я подумал сегодня, что вы? Я уже в ленте нахарулись, что еще брать? Что? Что? Дэй! Куда? Я просто так сказал, что ты подхватил-то? Прости. Я подумал, Гройльш, я вспомнил нашу с тобой посиделочку у Бервари, когда нас пригласили в гости и начали проверять наши с тобой профессиональные навыки. Уровня. Да. И там был Гройльш и был Гройльш наш. И я подумал, я тогда еще помню такую фразу сказал, что наш Гройльш гораздо сильно отличается от голландской версии. И я подумал, а почему в закрытую сегодня? Не проверить, насколько отличается Гройльш. Потому что стоимость, чтобы вы понимали, нашего, хорошая температура, наша стоит 54 рубля, а вот эта 237 рублей. Это почти в 4 раза ценник больше. В 3. Да, наверное, в 3 больше. Я сейчас не считал, я просто делал вид, что я что-то... Да, я даже, я даже уверен, я даже уверен, что ты сейчас и не слушал-то меня толком. Что мы будем, говоришь, делать? Я думаю, что выпуск сегодня будет короткий, но мы что-нибудь с вами обсудим. Не знаю, насколько зайдет данный видеоролик, но мне вот интересно, сможем мы в закрытую проверить или нет. Денис, что ты знаешь об этом пиве? Я знаю только одно, что ты его пробовал и тебе оно... Нравится. Нравится, да. Пиво из Нидерландов у нас? Это все, информация закончена, я так понимаю. Википедия на этом... Не надо, сука, так делать. Почему? Ну, потому что пениться будет. Что я могу сказать про пиво Гройльш? Давай. Пиву больше 400 лет. Так. Именно производителям этого пива мы можем быть благодарными за вот эту вот крышку. Они придумали? Да. Ну вот да, она классная. Они были первыми. Она классная. Что еще могу сказать? Это вся инфа из Википедии, которую ты выцегнил за 15 минут. Их купил Сабмиллер. А, Сабмиллер, да, я тоже читал в этом в Википедии, ребята. Мы готовимся к выпуску. Наше шоу уникальное, потому что мы профессионалы. Сабмиллер. Именно компания Миллер выкупила их. Сабмиллер. Сабмиллер. Спасибо, Денис, за точное профессиональное удовольствие. Гройльш очень много вкладывается в рекламу. Да, как и компания Бэкс. А мне почему-то, ты знаешь, мне почему-то Бэкс и Гройльш, мне кажется, что это что-то одинаковое. Потому что они очень похожи. Ладно, закончили. Потому что, блин, про это пиво, если честно, вот более скучной пивоваренной компании, вот с точки зрения о ней что-то почитать, интересные факты, я не встречал вообще никакой. А интересные факты, прости, какие? Типа что, а вы в курсе, что когда на тем, типа, пивовара? Единственный интересный факт о пивоварне Гройльш, я могу сказать то, что в 2000 году, по-моему, 13 мая, ее спалили благодаря фейерверкам. Практически полностью, дотла. И по нему пришлось заново отстраиваться. Ну, это испытание, это классно, это классно. Это такое впечатление, что вот мимо этой компании прошли все мировые войны, какие-то голодные бунды в Нидерландах. Все, все прошло мимо. История, они где-то жили вот там вот и ничего не делали, пиво, и все. Я хотел сказать, что такое бунды? Бунды? Это бундесерф, что ли? Те самые знаменитые голодные бунды, ты не слышишь? Второй выпуск, ребят, я отвечаю, мы уже нормально. Ну, просто видите, до этого было пиво, поэтому мы его запивали. Настолько скучной пивоваренной истории, я не встречал ни разу в жизни. Ладно, хорошо. Давай чисто по вкусу тебе как, и вот скажи мне, пожалуйста. Мне вот так. Слушай, а тебе так воняет ягуаром, ты вот на меня дышишь. Слушай, вообще у меня BMW. Не знаю, почему ты меня помнишь. Ты в какую часть машины целуешь, что вот это так пахло? Только я тебя ненавижу. Ладно, пробка уникальная. В свое время, когда я с Денисом только познакомился, когда я еще не знал, что мы так сильно с ним подружимся, я был удивлен, потому что он приносил какие-то настойки в таких бутылках. Да. А у меня с детства, я вам могу сказать, ребят, так. Вы знаете, что я старый алкаш, и с детства я обожал эти бутылки, потому что у кого-то я где-то увидел, и мне как ребенку думал, блин, обалденно. Я буду все, я, вы знаете, что я делал? Где-то я достал такую бутылку, я отодрал, как Денис отдирает всех, ой, господи, всех. Как Денис отдирает эти этикетки все, я отодрал, и я хранил там, знаешь что, я на физру ходил, на физру, я отвечаю, с морсом. Ну, типа в школе физра было, и я приходил, но у меня такие все... Особенно физру, знаешь, такой... Ты эпатировал публику. Естественно. Такой раз. В шестом-то классе нормально. Нормально. Николай Владимирович, можно прикурить? Ну да. Ладно, речь не об этом, это уникальная упаковка, это очень красиво сделано, и я не пил это пиво хрен знает сколько. Могу сказать что сразу, ведь я люблю читать этикетки. Ты обожаешь их отдирать. У нас? Сейчас, секунду. Так, давай, давай, говори пока что не говори. Сейчас будет расследование, сейчас должна быть такая музыка, тихо. Экстрактивность начального сусла, 11,3. И тут, и тут. Так, пока у нас всё в порядке. Да. Казалось бы, что может быть не так. Градусность. Да. 4,9 и 5. Ах ты мазафакушка. Недоброд Вот. Это вот здесь 4,9? Да. А это знаешь почему? Наверное, какие-то акцизы с 5 градусов и начинаются другие. Ну какая-нибудь хренотенюшка российского масштаба. Да стопудово. Ну что, 0,1 градуса? Да нет. Ну да. Да нет. Ну ладно, хорошо. Что ты мне можешь... А как ты к стеклу? Мне кажется, вот это более... Оно желтее гораздо. Желтее, да-да-да. У меня эти бутылки реально очень котировались, потому что я в них разливал всё. У меня до сих пор в гараже, по-моему, 5 ящиков этих бутылок лежит. Никому не надо. Дёшево. Сука, ты знаешь, это бесплатно, дёшево. Ну ладно, хорошо. Ты как вообще, серьёзно? Давно пил это? Гролш? Нет. Я время от времени наш Гролш покупаю. Для меня это повседневка такая же, как Пилснер, на самом деле. Как Пилснер или как Голландия? Ну, Голландия это летняя повседневка. Так, а это какая? А вот это вообще повседневка. Гролш, Пилснер для меня очень похожий, на самом деле, чисто на вкус сорта, поэтому... Но тебе не кажется, что всё-таки Пилснер и Лагер это немножечко, ну... При всём моём уважении они отличаются. Хотя, по идее, я так подозреву, что это вообще единое что-то должно быть. При всём своём профессионализме. Да! Мы профессионалы. Ладно, давай не будем тянуть кота за яйца. Да, чё мы рассусуливаем сидим. Наташ, давай-ка разливай-ка нам по бокальчику, мы отвернёмся сейчас, чтобы не видеть. Ты запомнишь, где что. А, вслепую всё-таки, да? Давай вслепую, это интересно, чтобы не предвзято было. Всё? Всё. Денис сейчас, ну ладно, не будем... О-о-о-о! И это норма? Стандартная ладница. Я вот так, знаешь, как это, как тесак вам так делать, да? Да. Тебе не знаю, ты ж тесак. его ребят да я люблю эту страну что я могу сказать сразу абсолютно одинаковая пена вот вообще одинаковая подожди но цвет цвет я все четко держу один цвет одинаковый если честно 20 на свет вообще вообще один один ну давай давай начнем с тобой все прости давай ты какое взял да 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 левая хорошо что сегодня закуска есть по длиннее выпуск получится да но так вот кстати сразу вот через пену запах абсолютно одинаковый такое водянистое пивко ну как водянистое просто горчинка и просто просто хорошего меня сюда и не так сказал и правильно неправильно сказал мы до этого снимали биллхэвен по сравнению с биллхэвеном это водянистое пивко но солод чувствуется в полной мере горечь чувствуется легкая легкая ли не так в пилснере не такая нет легонькая совершенно нет почти газация норма просто нормальная придется не просто нормальный лагер и не более того и вот это вот тема того что ты говоришь что на пилснер чем-то похоже хер знает денис у меня реально пилснер более это вот только не можно я первый скажу а то опять все начнут бы что я с тебя слизываю там окей вот это более разведенная вот это более разведенный вот это более концентрированный вкус а вот здесь более разведенный я рискну предположить что правая которая у меня это российский а это на столе уже наоборот да ладно вот здесь вот гораздо больше солода гораздо больше горечи я перепутал на то что пудово я правильно все поставил дай мне попробовать ну да ну посмотри все правильно я сказал изначально что ну конечно перепутал все правильно вот это получается нехрен стаканы было крутить да разница колоссальная день ну блин разница реально очень большая не колоссальная но ты это можно отличить закрытыми глазами вспомнить пилзар до вкуснее то есть вот справа ты думаешь что это тоже это этот импорт а это наша согласен помнишь пилс на уркал там разница была вообще мы не минимально мы идем более но здесь она чувствуется на таратах ну да все четко давай вам покажем вот то есть натаха расставила таким образом ну а с вами был как знаешь у нас выпуски вероятного сколько сейчас идет выпуск ну сколько три минуты работает ну давай потележим за жизнь что думаешь по поводу гроша из есть смысл переплачивать такие бабоса понимаешь в таком размере переплачивать это бред я в свое время за импортный грош извиняюсь у меня это грош обратно лезет яга запей я в свое время грош покупал по одной простой причине мне нужны были будильные бутылки все будем но я понял да а то есть это действительно единственная причина был по которой я переплачивал вот именно вот ты серьезно ради этого покупал бутылку у нас в то время когда они мне были нужны этих будильных бутылок производилась 2 которые можно было купить две фирмы грош и полулитровые вот эти темные бутылки которые чешская она и сейчас где продаю и сейчас продается стоит опять же таким же безумно двести пять рублей сюда это это как крыло от боинга купить на хера это одна упаковка стоит рублей блин 50 если так надо разбираться бутылка с бургельной пробкой да это минимум полтос минимум если покупать там фурами скажи пожалуйста вот с точки я тут как говорил у никиты когда мы были в гостях что разница она ощутимая она действительно просто например вот этот импортный он более горчин это может и пить тоже и сказать что это прям дерьмо нет ни в коем случае нельзя говорить что это в разы хуже вот так же как вот ценник в разы больше у этого и в разы хуже это пиво соответственно нет нифига процентов вот если в процентном соотношении но процентов на 20 я бы дал хуже но скажи вот если вот вот если бы было вообще два стакана и мы бы но только пожалуйста представьте эту ситуацию и нам рассказали с тобой что вот вам одно пиво одной марки да вот сказать скажи что было большей что-то вообще две разные пивоварни делают ну то есть на уровне того что это реально например грольдж и что-то другое бэкс какой-нибудь я могу сейчас вот уже точно сказать почему вот у меня другое абсолютно ощущение но у импортного грольджа глубокое очень очень чувствующее послевкусие но с горчинкой вместе да и я вот его чувствую даже вот глотнул уже вот это вроде когда должны были смыть рецепторы и все равно его чувствую наш гролдж не дает послевкусие на вкус они примерно одинаково во время глотка на запах так же на самом деле все голландское пиво так пенится именно послевкусие решает а если говорить по поводу вкуса вот нашего но как будто просто разведено водой вот и вот как будто взять концентрат и просто больше воды нет я еще раз повторюсь мне так не кажется потому что именно во время глотка временно вот в время когда ты глотая здесь нет никаких послевкусие одинаковое да ну а вот потом когда ты уже все проглотил начинается вот это вот тут вся история со вкусом во рту именно голландского варианта у нашего этого нет я такое чувство что пилот немножко разведенной водой как будто мне взяли вот нормальный грольдж развели его немного водой вот у меня по вкусу идет так я бы никогда в жизни не искал что это грольдж и грольдж я бы сказал может быть что это какое-то хорошее пиво да и какая-то другая пивоварня скорее всего пиво еще бэкс есть такое слышал ты нет вот бэкс очень очень схож по вкусу с грольджем правда просто не пробовал именно ты наш пробовал скорее всего наш тоже уже делают его а сейчас может уже не делают и вот а я в Ирландии опять же был мы бэкс пробовали вот с этим исключиком насколько я помню это был охрененный лагерь это может быть ты знаешь когда ты едешь на отдых вообще все кажется офигенным вот как будто бы вкусовщины выпуске я расскажу про ромы и про ту санину которую я пил и это действительно я ездил не один раз в Таиланд и там местное пиво не выдерживает никакой критики с точки зрения вот если мы сейчас бы сидели да там на пляж вылезаешь начинаешь пить и понимаешь а ты пьешь амброзию да да здесь вот налей тебе это ты бы ему вылил к херам собачьи а сын такой тайгер или ну чанг еще кстати ничего чанг неплохой каждое утро начинается с зеленого чанга за завтраком бро а мы еще сангсон знаешь ромчик оставим для вкусовщины потому что там очень много можно о Таиланде поговорить потому что ну ладно дай я спойлер просто сделаю помнишь ты пил там ром помнишь сангсон ром так назывался я привез его в подарок брат почему мне ты не привез это в подарок потому что его нельзя пить он до сих пор стоит не выпитый и прошло рассказываю после первого моего посещения Таиланда 7 по моему сколько 7 лет да ладно ты гонишь меньше ты чё я 7 лет дом строю а мы с тобой познакомились я уже два года строил дом мы вообще-то до знакомства его тоже есть да мы первый раз в Паттайе вообще были то есть у него жизнь началась только тогда когда с тобой познакомился в какой мухе извините в левом блин красавчик мой лепрекон вы часто спрашиваете где найти такого лепрекона ребята это уникальная хуйня так извини перебью тебя оскорбил тебя я вот это хотел сказать короче в самсом этот ром мы лудили просто по полной программе но когда мы приехали сюда ну в Россию мы с собой по-моему не везли в подарок кому-то а потом друг оторить это в подарок это вообще брат клянусь мы пили нам казалось что это просто амброзия там открываешь бутылку и ты понимаешь что это сука да ну блин послушай меня пожалуйста и когда нам друг привез из Тая говорит такой пацаны я взял литровую вспомним молодость ну типа как мы ездили полудим мы такие все выжили то мы в Пушкине присели в парке ну типа у нас много парков там бесплатные тоже есть мы сели на скамеечки короче говоря знаешь что этот ром мы конечно его брат допили ну я клянусь я блевал дальше чем видел ну там мы выпивали вот на двоих две бутылки по 0,7 ты представляешь ну у меня галики правда были там ну ты с утра встаешь даже голова не болит когда ты с него на катере укачала ааа блин это я расскажу это я расскажу ребятам во вкусовщине Рома там столько историй будет люток это прям вообще блин точно прям молодец ааа извини да так вот в гараже стоит 4 коробки бутылок груши может на авито есть объявление? нет а на сланда где? сланда что это? ну тут такое сланда есть сланда ну это смотри ну это типа из серии берешь сейчас в rambler.ru и еще сланда это слышь мне кажется из серии там на мейле еще можно а еще не 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 на мейле нет а что было еще было что-то еще какая-то херня была я не знаю рамблер уже не существует а еще есть такая штука как бинг бинго бамго и джимбо джамбо бинг поисковик не знаю а бинго так это американский да ну блин он у нас так прижился а гем sì ладно давай закругляться я, что единственное скажу ребят честно я бы не стал больше покупать это пиво не по причине того что Гипит по одной причине что это стоит 200 с хером рублей вот это пива знаете заемен 0.52 рубля едите на дачу к денису когда Абсолютно спокойно берите и не парьтесь. Все едем на дачу, ребята, к Денису. Денис приглашает. Это вот уровень Голландии, на самом деле, который я так люблю. Абсолютно согласен. Ящик берешь, что-то там пьется, пьется, пьется. Выкинул, не жалко, как говорится. Да, летом, да, ходишь, открыл бутылку. Слушай, очень четко, прям Голландия, ты вот прям молодец. Правда, Голландия, Голландия? Ну, Денис Голландию часто на даче. Да он все время лакает ее, мне кажется, что... Я же на хвоста иногда падаю. Шелдона, может, поэтому не укралит. Так, давай, наверное, все, мы закончили или нет? Наверное, да. Хотел спросить, что у нас там по ценнику? Как в бою, знаешь, счет можно? По ценнику уже около 20 минут наговорить. Да, извините, я сейчас еще раз просто повторюсь, что, пожалуй, лучше взять какую-нибудь Голландию, если вы наша. Потому что фирменная вот эта, да, здоровски, но... Я не знаю, почему... Что там потом, растительное масло хранить или что-то, уксус? Я не знаю. Или на физру, если вдруг вам... История с Морсом со Стоп Классером. Грош. Ну, блин, у нас физрук не врубался, потому что это кто-то привез из Финляндии, по-моему, то пиво. И, блин, так классно было. Я не знаю, мне вообще так нравятся такие штуки. Да ты же тоже хламидомонаду собираешь всю жизнь. Конечно, я же говорю. Четыре ящика в гараже. Ребята, вы просто врубитесь, этот человек собирает кирпичи. Я клянусь вам... Я не в принципе кирпичи собираю, я не дебил. Бывало, знаете, петербургская недвижимость начинает дом строить и тут и не сразу. Я благодаря тому, что часто бываю просто на строительных объектах, эти кирпичи, которые с названиями берегу и собираю, свожу на дачу. Печь собирает. Это разные... Что ты, прости, делаешь? Собираешь печь? Ну, потом это когда-то будет облицовочная стенка из разных названий. Ты памятник что-то будешь делать? Монумент. Ну, серьезно, а зачем это? Ну, представляешь, вот будет дом, камин. И каминная стенка, выложенная как у Соболева. Сука, все, я понял. Сука, ты у камина будешь наверняка на кресле-качалочке попивать портвейн. В слюни валяться рядом от счастья, что я у своего камина что-то делаю. Раз ты будешь такой счастливый, значит, мы все будем счастливы и дружно распивать твой портвейн, получается? Ну, слушай, ты не подмазывай себя к чужому счастью, пожалуйста. Подожди, твое счастье, это мое счастье? Твое счастье строится 7 лет и, видимо, один раз было на стадии постройки. Ну, ты пидор, блять. Ну, ты пидор, лишний раз ничего мне сказали. Из всех его коллекций тебе только кирпичом по городу перепадет, а не портвейном. Ладно. Закругляйся. Перекционно. Почему? Почему такой позитивный разговор перешел в ладного дома и мне сразу стало грустно? Слезки пошли. Ладно. Ребята, делайте выводы сами. С вами был, как всегда, мой отличный, замечательный друг Денис. Нежадный. Нежадный друг Денис, который нежаден до портвейна у себя в будущем доме у камина. Копай, копай, Денис, копай. Алексей! Копай, копай. 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 Копай.